МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святает служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Кадровое решение. Президент Беларуси обновил керавництво центральных СМИ. День выборов все ближе. У список выборщиков в Гомельской области включены больше 1 млн 98 тыс. человек. Как стать предпринимателем в 18? Наши корреспонденты выяснили, какие варианты поддержки пропадают молодцы в решении кадровых вопросов. А сейчас и другим больше подробностям. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня кадровое решение в отношении керавництва широкого республиканских СМИ. Назначены новые керавники Белтелерадиокампании и газеты СБ «Беларусь сегодня». Их будут означать, соответственно, Иван Эйсмант и Дмитрий Жук. Керавник державы так само узгаднил назначение Игоря Луцкого генеральным директором закрытого акционерного товариства «Столичное телебачение». Почас размовы с новыми керавниками республиканских СМИ Александр Лукашенко высоко оценил работу их попередников. На выборчих участках распочалось дежурство членов комиссий. Теперь у вызначенный час каждый выборщик может удокладнить те унесенный он у список для голосования. Наши корреспонденты наведали некольких участков. До выбора у депутатов Мясовых Советов застается меньше, как два тыдни. У выборщих комиссиях завершился разгляд скаргов незарегестрованных претендентов. Таким чином, сгодны за поштными дадзинами, за депутатские посвящения Советов Усюх Узровняв на Гомельшине будут змагаться 3526 человек. У темлику 142 – у областный совет. У список выборщиков унесены 1 млн 98 206 человек. У гэтаи дни у них есть махчимый сустрец с членами комиссий и удокладнить эту информацию. Гэта саблева актуальна для жахаров новых микрорайонов. У список выборщиков их прозвищи могут оказаться по старым адресе. У нас на район новостройках люди прописываются периодически, даже в самое последнее время. И для того, чтобы им принять участие в выборах, они должны знать, записаны ли списки или нет. Если так получается, что нет, значит мы берем их данные и вносим их в списки. Много очень новых домов сдается, и эту ситуацию надо контролировать. У будинку 72-й Гомельской средней школы по час выбору у мясовые советы будут находяться одразу 4 выборщие участки. Большая з них планусь разместить у фойе, але поколь простойники усих комиссий вядусь прием грамадзян у одним покое. Разом с тем, навод такая компактность, не выключая необходимости принятия додатковых мер по патрымце парадку и створении мер безопасности для школьников. У першую шаргу гэта навушальная установа со своими правилами. У нас организовано дежурство на перерывах, дежурят учащиеся во время образовательного процесса, во время уроков, то есть дежурят лахтёр и назначены педагоги, которые не задействованы в образовательном процессе. Дарыша непосредственно под час выбора у шленам участковых комиссий у 72-й школы будут допомагать волонтеры, злику старшоклассников и наставников. Их задача – оказание соединения людям с обмежованными мягчимостями. До 9 лютого у Ключна дежурства членов комиссии на выборчих участках будуть организованы с 17 до 19 годин. У субботу, 10 лютого, с 12 до 14. С 13 лютого, коли распочнется детерминовое голосование, участковые комиссии будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19 годин. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Министр по надзвычайных ситуациях Республики Узбекистан Рустам Джураев сегодня с гоноровым визитом наведал Гомель. Вертолет гостя приземлился на территории специализованного лицея при Университете громадянской обороны МНС Беларуси. Какими напрацовками поделились гомельские воротовальники, ведают наши корреспонденты. Лицей Беларусского министерства по надзвычайных ситуациях установа саправды уникальная. У 2004-м я ее створили по инициативе и припатринце гомельского облаконкама и керавництва МНС. Среди главных задач – подрихтовка кандидатов для поступления в высшие и средние специальные навучальные установы. Ягор Дорошко и Владислав Новомович – першокурсники. Один приехал с Калинковича, другий – с городского поселка Уредча Минской в области. Кажут, что спочатку было тяжко и хотелось додому. Али зараз вельми задоволены, что учатся минавито у гэтым лицеем. Через недели две все уже одели погоны, потому что нам их выдавали 1 сентября. И все уже привыкли к этой жизни. Каждый день утром мы просыпаемся на зарядку, бежим дома. Мы так никогда не бегали. Тут совсем другие распорядки. Вертолет Министерства по надзвычайных ситуациях приземляется на территории лицея у 15 годин. Разом с белорусским министром на борту его коллега из Узбекистана. У Рустама Джураева вельми напруженный график. Наперед от нее наведа у Белорусский университет громадянской обороны, сегодня знакомится с полигоном МНС у Борисове и лицеем у Гомеле. Такой базы для подрыхтовки выратовальников в Узбекистане нема. У Белоруса у ее шаму повучиться. До речи, за час иснования лицея его выпускниками стали каля 400 человек. Научение ведется, починаючи с 7 класса. Во установе лечит, что таки подыход дае станучие выники. Молодой человек, попадающий сюда из разных социальных категорий, окунается в сферу учебную, воспитательную и приобретает те качества, которые до этого отсутствовали или не были привиты. И это подтверждается результатом поступления 80 с лишним процентов, почти 85 процентов у нас детей поступают в высшие учебные заведения. Министерство по надзвычайных ситуациях Белоруссии и Узбекистана супрацовничают с невельми протяглый час. Отповедный договор был подписан в 2017-м и различный на два года. Але пылные выники есть уже зараз. Подчас наведывания Университета громадянской обороны Рустам Джураев сустракается с узбекскими вратовальниками, яке вучатся у нашей краине. У свою чаргу на ягород зиме побывали белорусские вратовальники, яке пройшли курс специальной подрыхтовки во умовах хор. Спасатели МЧС Республики Беларусь, когда обменивались своим мнением, сказали, что у нас в Беларуси, конечно, гор нету, поэтому для нас это очень большой опыт. Зачем этот опыт нужен? Именно его можно применить при международных поездках, когда, вы же знаете, что спасатели в любое время, в любое место могут пахать в любую страну. Поэтому они будут уже готовы работать и в горах тоже. Олег Синцюроу, Олеся Рудянкова, Валера Ига Панько, телерадио «Кампания Гомель». Пытания, якие тишатся податкового законодавства, обмярковывались сёння по час программы «Открытая студия» на радио «Гомель плюс». Гостем передачи стал начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дявойна. Говорка ишла об спрашении податкового законодавства и новых нормативных актах, якие дозволяются предпринимателям легче вести бизнес и займаться некоторыми видами деятельности, не региструючи ИП. Прогушали пытания на контрреализацию декрета номер один. У приватности – обвертание грошовых сродков громадянам, якие ранее выплатили сбор на финансование державных выдатков. У Гомельской области гэта больше, как 8 тысяч человек. Третий час из них гэтый сбор уже вернули. Так само Владимир Дявойна поведомил, что зараз податковые инспекции ожидают контроль за доходами и выдатками громадян. И при перевышении сумм выдатков над доходами подоходный податок будет вылежаться по ставце у 16%. Это действительно, я считаю, справедливо, это мировая практика. Если у гражданинам произведены расходы, а доходов не хватает, покажите свои источники, где вы получили. Если вы показываете их, да, вопросов нет, налога не будет. Если, я еще раз говорю, расходы превысят доходы, платим подоходный налог по ставке 16%. День информации на эту тему проведет завтра податковая инспекция Центрального района Гомеля. Жидающих отримать информацию будут чекать о 10-й године у инспекции по улице Советской, 24А, кабинет 1-11. Так само с 7 лютого можно будет проконсультоваться по номеру телефона у Гомеля 236-706 с 14 до 17 годин. Пытание праца уладкования для кожного человека одно из головных. При этом, як недею, на сегодня повучиться по спеховому выращению працовной задачи треба у молодого поколения. Наши корреспонденты знайшли юных бизнесменов и доведались, что у 18-й годов распачать свою справу не так складано, как многим здаётся. Виктория Калюк отремливая профессию архитектора и уже робить упевненные кроки на шляху до экономичной самостойности. У 17-й годов девчина поступила у бюлдут и одночасово почала займаться вязанием. Выучилась по роликах в интернете. Финички, бюрульки для себя броу с початку это было хобби, але одною, что Виктория задумалась про то, как переутворить его умение бизнеса. Подрактовала презентацию, вырошила заявить про себя на конкурсе «Молодь и предприимальництва». Мы решили сделать такой ход к нём, и чтобы как-то удивить всех, решила сделать куклу именно по образу человека. И выбор пал на Акустову Инну Леонидовну, потому что она такая успешная женщина. Она пример того, как женщина в бизнесе может добиться успеха. Смелая идея принесла Викторе перемогу. Наступным кроком стал по ходу податковую инспекцию. С того часу, вось уже два года, Виктор официально заявляется ромесником, ожидающая заказать ляльку со своим обличшим есть заусюды. Для усабления идеи Викторы достаткова фотографии. Одна лялька каштуя каля 50 рублёв. И для студентки гэта добрая финансовая подтрымка. Новой приступкой у развития аутарской справы стал удел у проекте «100 идей для Беларуси». Девчина прошла три этапы кастингов. У гэтой дни чакая ворошального отказа из Минска. Однако признается, что уже зараз бачить плённый выник. Очень приятно знать, что я прохожу наравне с серьёзными проектами. Если бы не с той идеей, я бы сейчас так сильно не продвинулась. То есть это даже дало толчок. Я уже оформила и визитки, и сделала и стикеры все, и даже бизнес-план. За годы и основания конкурс «100 идей для Беларуси» стал первой приступкой на шляху до властного бизнеса для многих молодых людей по всей краине. Тем более, что деликатные паростки трапляются на сприяльную хлебу нового правового поля. Специалисты означают, что с недавним принятием широкого указа тем же рамесникам теперь дозволено брать вучням, рекламовать свою продукцию в интернете и пересылать ее по почте. Например, Виктория Калюка в жоп завелася покупниками у России и Израиле. В уголе приватному бизнесу дали зелёное светло. Заявный принцип – минимум проверок, прозраста и простая система податка обкладания. Зараз регистровать ИП не треба одразу утридцать в выпадках. Больше пыль не наступить на прационный рынок, молоди да поможа и недавно подписанный декрет номер один. Благодаря этому декрету упростятся какие-то моменты именно законодательные в плане трудоустройства у молодежи, и мы это обязательно используем. Мы понимаем, что работа в летнее время – это в том числе и профориентация. Потому что сидеть за школьной скамьёй – это одна учёба. Когда он летом, если он обучается в Белгуте, поработает на стройке, и более в практике увидит, что это и как, то это по-любому положительно отразится на его трудоустройстве в дальнейшем. На гумишине шмат прикладов такой, как сезонный способ заработки перетворился для молодых людей у постоянное место працы. Дарычи штабы працевных справ БРСМ уже открыты и чекают, жадающих працевладковаться на час летних каникулов. Усяку по прогнозах у новым працевным семестрам примут удел коля 10 тысяч молодых людей. Разом с Тымова у всех комитетах в области чекают и жадающих стартовать на рынку працы у якости предпринимальника. Для удельников проекта стоит и для Беларуси проводить майстер-классы. Будучим бизнесменам расповедают, как складать бизнес-планы и вучать за пять хвилин презентовать проекты так, как затекавить инвесторов. Тем больше, что пераможцы у проекта чекают минавито такие перспективы у Беларуси, России, Казахстана и инших краинах. Але самая головная стойда и для Беларуси допомагает не просто развиваться, он разбурает психологичные барьеры. Бо у многих на шляху до своего бизнеса спыняет сутность веду увядение предпринимательства и податковые документации. А ты, у кого уж у есть подобный опыт, признаются, что боятся посуд на стене матшагу. Просто пошла в налоговую, пришла, сказала, что я хочу заниматься ремесленничеством, спросила, что для этого надо. Буквально пару дней нужно было принести ксерокопию паспорта, купить книжку. Ну, в конкретном ремесленничестве тут вообще не стоит ничего опасаться, бояться, просто идете в налоговую, объясняю, как, что делать. Самое главное, не бояться, пробовать, постоянно искать, не бояться повторять чужих идей, потому что это очень останавливает. У своей 19 Виктория даёт каштолные парады и упыльненно расповядая про свою будущую. Кажет про то, как важно не бояться идти по чужих следах и вучиться на поспяховых прикладах. У ее планах створение буйной майстерни, где одни могли б учиться творчасти, а інши набывать пленных працы и радовать себе и своих близких. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». До речи, завтра же хары региона смогут звернуться с пытаннями до керавництва областной инспекции оховын живельного и рослинного света у телеэфиры. Гостям программы «Деялог» станет начальник инспекции Андрей Довгі. Глядите «Деялог» у промым эфир на телеканале «Беларусь 4» у 19 гадзін 20 хилін. Номер телефона у студии 34-2043. Пытання можно накеровать так само у «Вайбер». Долучайтесь. Протягиваем выпуск. У областным центры выберутся ладальника титула «Містер Гомель-2018». До «Уделу» у кастингу организаторы запрашают хлопца в возрасте от 18-ти годов и ростом от 180 сантиметров. Кастинги пройдут у городским центры культуры 16 лютого с 18 до 19 годин и 18 лютого с 15 до 16. Журы будут оценивать внешние дадзины, умение трыматься на сцене и отказывать на каверзные пытанне. Финал конкурсу «Містер Гомель-2018» отбудется 22-го красавяка. У регионе у середине тыдня потеплее. У шатвер у день, по прогнозах синоптыков, слубки термометров поднимутся до нуля градусов. И такая температура захавается до конца тыдня. Пакуй же у нас по ранейшому холодно. Гэтай ночу шакается до 10 градусов морозу. Завтра у день до 5. До речи 6 лютого по народному календары – День Ксении. Наши протки называли его «пероломом зимы» и «весну кашыка». Азначали, что на дворье гэтага дня будет отвечать на дворье усёй весны. Добрые прикметы лечилася отсутность опадков. Гэтай и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры де-факто и спортивный агляд. А я за вами развитваюся. Усего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Непростой остаётся обстановка на дорогах Гомельской области. Не проходит и нескольких часов, чтобы спасатели не вытягивали застрявшие автомобили из сугроба, не оказывали помощь пострадавшим пассажирам и водителям. Так накануне в Петриковском районе автомобилю скорой медицинской помощи помогли выбраться из снежного плена. Машина ехала по вызову и увязла в снегу. Инцидент произошёл неподалёку от деревни Родков. Машину освобождали при помощи буксировочного троса. Кстати, случаи спасения кареты скорой медицинской помощи не первые. За последние сутки аналогичный случай произошёл в Добруше. МЧС продолжает свою службу по координации работы аварийных бригад области. Соответственно, выезжаем на места, созваниваемся, смотрим их готовность, наличие соответствующих специалистов. А в Мозырском районе милиция разыскала вандалов, которые сломали 38 секций бетонного забора. Удивлению правоохранителей не было предела, когда они узнали, что это две студентки одного из вузов райцентра. Оказалось, в один из вечеров, прогуливаясь по деревне Козинки, подружки поссорились и подрались. Однако для полной психологической разрядки выпущенного пара им показалось мало. Тогда девушки начали крошить бетонный забор, разбивая его секции ногами. 543 рубля – сумма ущерба. Как сообщает телеканал Мозырь, возбуждено уголовное дело. В результате того, что они разозлились друг на друга, вот эта агрессия способствовала тому, что они повредили 38 секций данного забора. В Гомеле три человека пострадали в результате столкновения автобуса и троллейбуса. ДТП произошло накануне на улице Сверидова, неподалеку от остановки улица Макайонка. Среди травмированных – 7-летний мальчик, у него ушиб носа. Также у одного из пассажиров зафиксирован ушиб спины. Пожилой женщине потребовалась госпитализация. В связи со сложными погодными условиями, конечно же, госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, но также водителей соблюдать безопасный скоростной режим, а также дистанцию до впереди едущего транспортного средства. В Речице сотрудники МЧС спасли собаку, просунувшую морду в дверную металлическую решетку. Сообщение с просьбой оказать помощь любопытному питомцу поступило от его хозяйки. Спасатели освободили собаку при помощи специальных инструментов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я, Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель», проводящий сейчас учебно-тренировочный сбор на Кипре, сыграл два товарищеских матча. Оба спарринга состоялись в один день. Сначала подопечным Вячеслава Герасченко противостояла российская команда «Мордовия» из Саранска. Гомельчане победили 2-1. Точные удары на счету Романа Волкова и Руслана Юденкова. Во втором матче «Зелено-белые» также были сильнее. Со счетом 1-0 обыгран молодежный состав швейцарской команды «Янг Бойс». Голом на 47-й минуте отличился нападающий «Гомель» Алексей Теслюк. Следующий соперник подопечных Вячеслава Герасченко «Урал» из Екатеринбурга. Матч состоится 8 февраля. Гомельская команда «Энергия» одержала две победы в очередном туре чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд в дивизионе «Б». На домашней площадке гомельчане дважды встречались с атлантом из постав. В первой игре дело дошло до тайбрейка, где в непростой борьбе сильнее были хозяева. На следующий день победа энергии досталась проще. Хозяева не проиграли сопернику ни одного сета. 300 детей и подростков принимают участие в областном этапе республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. На протяжении трех дней в Гомеле они будут бороться за победу и место в сборной команде области. «Снежный снайпер» считается одним из самых успешных и массовых проектов президентского спортивного клуба. Первые отбоочные соревнования проводятся в школах после район, области и республика. Самых быстрых на лыжне и точных на стрельбище выявляют в трех возрастных категориях. Самым маленьким участникам 11 лет, старшим 16. Для каждой группы своя дистанция. Полторы, 2400 и 3000 метров. На каждой по два огневых рубежа. По итогам областного этапа формируют сборную региона. Финал пройдет на главной биатлонной трассе страны в Раубичах. «Сборная будет 28 человек. Это будет сборная, я еще раз повторюсь, в нашей Гомельской области. И пожелаем им удачи. В начале марта они уедут в город Минск, где проведут пятидневный сбор и потом трехдневные непосредственные соревнования». На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.